В Семене завершил работу след успешных предпринимателей. Форум в областном центре прошел уже в седьмой раз и собрал рекордное количество участников. К нам приехало более полутора тысяч человек из 30 регионов России, а также предприниматели из Германии, Швейцарии, Индии и других стран. На площадках СУПа работала моя коллега Анна Рабчук. Анна, здравствуй. Ну как считаешь, какой из дней форума получился самым насыщенным? Здравствуй, Анна. Если говорить о насыщенности, то это, конечно, второй день, когда на форуме работало сразу несколько площадок. Женское, социальное предпринимательство, внешнеэкономическая деятельность. Была пленарная сессия с участием иностранца, но каждый из дней был по-своему интересен. Если рассказывать по порядку, то пятница – это различные интерактивные беседы, знакомства и первые трудности. Все-таки пятница 13-е. У нас спикер два с половиной часа добирался от Хилтона до Олимпийской ребячки, потому что водитель уехал не на ту ребячку, и мы его потеряли. Ну то есть вот эти все вещи в первый день – это самое хорошее, потому что если бы это происходило завтра, для нас, как для организаторов, это был бы тяжелый удар. Впрочем, этой заминки никто не заметил. Приезжие спикеры и тюменцы делились предпринимательским опытом. К примеру, эксперт из Уфы рассказал участникам, как быстро и бюджетно продвигаться. Есть такая социальная сеть Facebook, и суть ее в том, что там конкурентность очень низкая на самом деле, но при этом экспертность там достаточно высокая, и там достаточно несложно раскрутиться, как эксперт. Также в первый день прошли уже ставшие традиционными бизнес-игра завода и ярмарка инвестиций. За время существования ярмарки, к примеру, соискатели привлекли из фондов, банков и различных компаний более 200 миллионов рублей. Идеи разные, каршеринг, сервисы исследований, студии татуажа, свою оценку проектам давали эксперты. Есть хорошие проекты, которые хоть завтра инвестирую, а другие проекты, конечно, сырые и недоработанные. А самое главное, что если в голове у предпринимателя что-то есть, то донести он это не может. В этом году форум СУП стал особенным, и делал не только в количестве участников, более полутора тысяч. Впервые организованы площадки по внешнеэкономической деятельности и международное партнерство. Эксперты поделились реальными кейсами, как наш молодежь начинает вести бизнес за рубежом. Например, в сфере IT-технологии здесь преуспел один из российских студентов. Он выиграл местный грант просто. Он предложил свое решение по информационным технологиям. Он тогда был 19 лет, он сам МГУшник, он уехал по программе обмена в Гуанчжоу. И выиграл грант в размере 10 миллионов рублей. И запустил свой там офис, открыл свою IT-шенную компанию, где на него теперь работают китайцы. В пленарной сессии принял участие иностранец. Для участников организовали перевод. Сукрит Шаран, предприниматель из Индии. Он рассказал о том, что для выхода на экспорт необязательно быть крупной компанией. И поделился своим опытом коллаборации. Наш проект в три раза дешевле, чем аналог из Америки. Но по технологической части мы превосходим США в несколько раз. Что касается инвестиций, то это не был какой-то глобальный проект двух государств или двух больших корпораций. Это было сделано двумя предпринимателями. От индийской стороны я выступаю идеологом. Российская сторона своими идеями поддержала наш проект. Таким образом, общими усилиями мы смогли выйти на международный рынок. Впрочем, есть примеры стартапов и на российской арене. Темой третьего дня стало сотрудничество с крупным бизнесом. Своим видением поделился основатель миллиардного стартапа Ройстад Герман Гаврилов. Казалось, его знают многие участники. А все потому, что он предложил интересный продукт, который помогает снижать затраты на привлечение клиента. Мы попросили рассказать коротко о ключевых тезисах выступления. Чтобы предприниматели разделяли функции и чтобы они не смешивали в одном человеке миллион разных особенностей. Когда оператор и звонит, и рисует, и утверждает отгрузки. Второй тезис это, что процессы компании нужно описывать, создавать актив компании в виде базы знаний. Судя по отзывам участников, от форума они остались в восторге. Кто-то приезжает на слет не первый раз, одни уже управляют бизнесом, кто-то только планирует. Давайте послушаем комментарии. Я рад приезжать сюда, уже второй год приезжал. В прошлом году еще выступал на ярмарке инвестиций, а сейчас я уже просто приехал такой, типа, да ладно, нормально все будет. На форуме царит довольно такая позитивная атмосфера. Я вижу, что много людей общаются, заводят новые контакты, интересные спикеры. Поэтому я думаю, что каждый отсюда уедет с чем-то полезным для себя. Ну и добавлю, что каждый год растет не только география, количество спикеров, участников, но и качество контента, который дают эксперты. И, общаясь с предпринимателями за кадром, становится ясно, что они не только слушают, но и внедряют полученные инструменты. Анна? Ну что ж, спасибо. Это была Анна Рабчук. Мы говорили о том, каким стал в этом году форум «Слёт успешных предпринимателей». Спасибо. 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 Продолжение следует...